да, поехали сначала пара таких графиков, на которых, условно говоря, видно все потому что, когда сложно рисовать графики ну, когда на графике надо что-то особое, тонкое настроить либо когда надо изображать многомерные массивы данных то есть, в графике, когда у вас там штук 10 переменных они рисуются очень сложно ну, по-хорошему, одна из, ну, есть, конечно, много разных вещей но одна из немногих вещей, которых можно предложить это, значит, графики для большого количества переменных графики для большого этажа разные понятия для нескольких перемен ну, если у вас переменных условно больше двух, но меньше десяти в таком диапазоне это еще прилично работает если у вас больше двух, но меньше десяти переменных то можно предложить какую-нибудь матрицу матрицу графиков матрица графиков давайте попробуем изобразить эту измерюбу потому что, будь здоров это несложно, но и может принести какую-то пользу ну, в конце концов, красивый график добавить в работу всегда приятно матрица графиков а, и еще пакет Титаник пакет с набором данных про пассажиров Титаник что? пусть будет ты проверь, дай лайбер начинай лайбер Титаник и проверь если лайбер Титаник прошла то и не надо еще ставить а то так, если все файлы скачаются оно что, не устанет? ну, самый надежный способ взять, дать команду library которая подгружает в пакеты да, кстати, от именологии, я не помню, я говорил это нет, пакет, это вот пакет а library, это как бы библиотека это место, папка, где хранятся пакеты она называется library я, кстати, научился разрешить и настраивать теперь я могу мелко-мелко на доске писать что никому видно не будет ой, что нет нет, это у меня все, хорошо, но я все равно сейчас сделаю по-друге значит, поехали, создаем новый скрипт ну и сразу на радостях подключаем кучу пакетов а, или мы отключали сначала вот так мы отключали, так лучше, да? да хорошо да, и давайте я, как всегда, начну эту запись еще отсюда я с того разница никак не могу да, 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 я знаю что-то мне просто столько сейчас с запуском двух курсов да, достаточно много надо вызвать это же шляпочка и установка ну, ладно что мне так, хорошо, это сохранили все готовы все, мне тоже нужно такое регламент а, ну, я могу начать? а, я могу начать, но вы должны ожидать подключаем кучу пакетов если ругается, говорит, что нема значит, надо тулсен стал пеппери значит, титаник с набором данных псик для описательных ну, это просто у нас набор данных псик это, соответственно, описательные всякие статистики графики статистики графики а в лайберри прошло два ну, это просто для графиков что там еще нам потребуется? что я еще объявил? BCD это мозаичный график мозаичный график что-то я еще, по-моему, искал для графиков а, по-моему, все а, брун, да мы уже сюда проедем скандартизация скандартизация всего таблицы а, ну, и тогда уж для полного счастья деплик а, да-да-да, сейчас сделаем обработка и еще о, вот как коняки на зиму так, хорошо, поехали значит, сначала давайте возьмем какой-нибудь встроенный набор данных мы вроде уже брали о Швейцарии мы смотрели набор данных встроенных в СССР ну, то есть, можно почитать есть набор данных по швейцарским кантонам который называется Хэлп Слисс можно, например, там прочитать там, кратильные женщины там, то есть, сельскохозяйственного населения в кантонии окей брали? нет, я не помню да, Швейцарии да, ну, отлично вот, соответственно какие графики можно нарисовать вот надо дать Джи-Ди да, союзный Григорий Генович ну, понятно, можно посмотреть там на начало набора данных но меня интересует сейчас можно взять и одной командой построить какой-нибудь вот такой график смотрите, сейчас я покажу два варианта этого графика один называется Pairs Panels она из пакета Psyc Pairs Panels и просто ввожу Pairs Panels и набор дата ну, давайте я тут поширше открою окошко с графиками все там пакеты загрузились? я что-то не спросил все со мной? да как нету а, я их набрал, но не пробежался вот, отлично я просто набрал пакет, но не пробежался соответственно норм? да? тебя со мной? кто сам там пытается? то вы скажите, отреагируйте ну да, да, нет, нет ага хорошо то есть мораль такая никакого на самом деле чуда не произошло но все-таки приятно что вместо того, чтобы строить по отдельности раз, два, три, четыре, пять, шесть гистограмм и раз, два, три, четыре, пять, шесть семь, восемь, девять, десять, одиннадцать двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать диаграмм рассеяния мы ввели одну команду и построили сразу а, еще и корреляции высчитали еще тоже 15-чyeongных корреляций ну, тут все понятно Вот, значит, у нас переменные фертильти, агрекалчи, то есть по каждому региону швейцарскому кантону, там фертильность, то есть людей в детском хозяйстве, по мужчин, результаты, касающиеся там уровня образования, доля католического населения, детская смертность. Ну и, соответственно, вот, понятно, что есть и гистограммы по диагональке, и корреляции в верхней части, и здесь, помимо, собственно, диаграмм рассеяния черными точечками, есть сглаженная кривая ЛОЭС, то есть это не методом наименьших квадратов, конечно, а это такое просто локальное сглаживание точек, но, тем не менее, оно как бы вот отражает. Суть, что-то выбывает, вот, растает, да, тут просто убывает. И еще для визуальной оценки корреляции нарисованы эллипсы, которые отвечают за, ну, они тогда отвечают на вопрос, вот, как бы выглядели бы линии уровня, если бы это было нормальное распределение с такой-то вариацией выборочной, с такой выборочной дисперсией, да, что-то вот это показать. Ну, то есть, если смотреть, то более сильный разброс тут поуже, ну, и между ними такая слабая, отрицательная корреляция, да, где-нибудь эндекс наклонен вот здесь, как бы вытянутый эллипс, да, то есть, если бы это было нормальное распределение, то линии уровня функции плотности были бы вот такими эллипсами. Ну, и точечкой красной изображен центр распределения, нормально? А у нас еще корреляция разная, еще там написано, то есть, ты как, цифры... Я думаю, что зум просто банальный, чем больше, тем больше, можно почитать документацию, я сход так не скажу, да, я вижу, что вот это 0,10, оно вроде так поменьше, чем вот это 0,18, надо почитать. Ну, по всей видимости, абсолютная величина, может быть, там это связано с проверкой гипотезы на значимость, а может быть, просто пропорционально модулю корреляции, надо посмотреть документацию, ну, тоже так визуально позволяется. Непропорционально модулю корреляции. Непропорционально? Да, ну, там 0,64 меньше, чем 0,4. Где? Пошли. 0,64, проверить 0,4. А, 0,65 и 0,35, да. Тогда я думаю, что это, наверное, проверка... Ну, слушай, надо почитать вообще, я так сказать, не готов, я думаю, что это... Для отрицательных все маленькие. Для отрицательных? А, ты можешь сказать, что положительные? Да, скорее, для положительных. Да, похоже, что отрицательные. Ну, да, они же маленькие. Да, а я думал, что чем больше помогли. Ну, да. То есть, как бы, один график и содержит в себе много информации. Ну, единственный его недостаток, ну, или не единственный, понятное дело, что, ну, во-первых, так уже больше 6 еще куда не шло, а 10 уже, ну, не знаю, 10 уже тяжеловато. И конкретно вот эта реализация графика, она... Ну, тут, во-первых, самой гистограммы, тут еще такая сглаженная, как бы, это попытка оценить функцию плотности. Для них рыбных величин работает, конечно, немножко лучше, чем гистограммы. Ну, здесь видно, что смертность почти, вот, там, очень похожа на нормальное распределение. Недостаток, конечно, во-первых, много переменных особо не сделаешь, там, ну, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну, 10 уже, наверное, со скрипом. Ну, и, во-вторых, вот эта конкретно реализация этой идеи, матриц графиков, она работает, она работает только с количественными переменными. То есть, есть версия, которую я тоже хочу показать, которая работает еще с факторными переменными. Добро? Да? Ну, пойдем дальше. Сейчас я хочу показать то же самое, только когда факторные переменные. А так, ну, здесь вроде видно, ну, то же самое видно, вон, если посмотреть на связь examination и, скажем, agriculture, ну, здесь, явно, видно отрицательное, да, чем больше людей в сельскохозяйстве, тем меньше там результат examination, окей? Хорошо, значит, давайте дальше пойдем. Та же, тоже версия этого графика, только для качественных переменных. Ну, давайте для факторных переменных возьмем не этот массив данных, здесь все переменные количества, они там, как правило, процентные, что там, игрекалочек процентных, что там, гетолик, доля католического населения, гетолик, всех процентных. Поэтому давайте возьмем массив данных по Титанику. Давайте для удобства, чтобы его не писать, он там называется Titanic Train, поскольку там выборка поднята на две чащи, обучающие тесты вовлок. То я возьму, соответственно, коротко назову набор данных, Титаник Train назову просто тип, да, и посмотрю на, и посмотрю на описание, ну, быстренько. Ну, во-первых, можно почитать по нему документацию из того, что это встроенный набор данных, то если там смысл каких-то переменных непонятен, то можно почитать там описание. Ну, правда, оно какое-то исчерпывающее, секс, секс, эйч, эйч, ну, наверное, так понятно. Хотя можно было уточнить единицу измерения, но там понятно, что, когда. Вот. Можно посмотреть начало набора данных. Соответственно, там, ну, passenger ID это 1, 2, 3, 4, 5, это бессмысленная переменная. Survive-то 0, 1, passenger class 3, 1, 3, ну, и так далее. Соответственно, функция, которую я хочу сейчас смотреть, она делает точно такую же матрицу, вот как была вот здесь. Сейчас, а что это она не хочет? А, поля слишком. Вот. Ну, грубо говоря, такую же матрицу, только для качественных перемен, для качественных количественных сочетаний. Давайте выберем какие-то переменные, штук там, 5, 6, ну, максимум 7, чтобы что-то сделать. Ну, вот я вижу, passenger ID бессмысленно рисовать, или имеет смысл убрать? Survive-то интересно построить passenger class, интересно построить name, визуализировать бессмысленно, да? All пригодится, эйч пригодится, число six, это siblings spouses, то есть это сколько было братьев-сестер, плюс мужей-жен на борту у человека, то есть мужей-жен отнесли их к братьям и сестрам. И парч, это, если посмотреть документацию, это количество родителей плюс количество детей, parents плюс children, вот, тоже родители-детей в сумме. Ну, тикет, это какой-то номер на билете, это для тех, кто хочет проверить гипотезу там про счастливый билет или что-нибудь в этом духе, вот, тоже, наверное, мы не будем визуализировать. Фейер, понятно, тариф, кабин, это, я так понимаю, каюта, в принципе, могло иметь отношение там к вероятности выжить, но это надо взять карту Титаника, ну, схему, в смысле, понять, где там была расположена каюта С-85 по сравнению с С-123, там какая-то палуба, там, какой-то ярус, там, и так далее. То есть это может быть для предсказания интересный объект, геометрически смотреть, но я не хочу этим сейчас заниматься, поэтому кремен тоже проигнорирую. Ну и порт посадки, S, это, по-моему, South Hampton, с, я не помню, что, ну, по-моему, три порта посадки было, когда он заходил. Вот, поэтому, соответственно, давайте отберем, удалим лишние переменные, то есть создадим под массив тип 2, где отберем из набора данных по Титанику, удалим лишние переменные, я напомню, команда Select, она отбирает переменные, причем можно в каком-то позитивном синтексе списать, типа, вот, из набора, выбери из набора данных тип, какие-нибудь переменные, там, не знаю, срывает, срывает, там, еще что-то. А можно писать в жанре, возьми набор данных и не выбери, удали из него какие-то переменные, но, по-моему, удалять тут меньше, поэтому я буду лучше писать с минусом. То есть возьми набор данных табличек по Титанику и, соответственно, удали оттуда пессенджер ID, да, потому что, что я буду рисовать, пессенджер ID, что еще удалить, name, что еще по смыслу, сколько у меня уже, раз, два, три, четыре, пять, шесть, тикет, тикет тоже явно удалили. Ну, давайте также уберем кабин, я думаю, все равно много остается, все равно визуализироваться будет не очень. Какого еще удалить? Ну, давайте еще порт посадки удалим. Так, смотрим на упрощенный набор данных, соответственно, он содержит раз, два, три, четыре, пять, шесть, сколько? Семь. Ну, семь норм, можно работать. Пусть заработает. Соответственно, следующий момент, который надо сказать, это надо переменные, которые принимают не числовое значение, надо их, они иногда в R сказаны как факторные, иногда они не определены как факторные. Вот у нас тип каждой переменной, вот смотрите, срывает, она целочисленная. Int, это интеджер, ну, это такой частный случай числовой переменной. Passenger класс, вот она указана как интеджер, но по сути она, конечно, факторная. Критерий, как определить, довольно простой. Если можно сложить, и результат сложения осмысленный, то тогда можно считать, что она количественная. А если сложение бессмысленно, то она факторная. Ну, то есть, например, первый класс, прибавить первый класс, получится второй класс или нет? Нет, два к первому. Да, то есть, если первый класс туда ехал первым классом и обратно первым, можно сказать, я вторым. В одну сторону. Вот, если в обе стороны считать. Поэтому, она, конечно, ее надо, конечно, перекодировать, сказать, что она факторная. Дальше, переменная. Пол, понятно дело, что факторная. H, понятно дело, что количественная. Sims и парч, черт его знает. Потому что, с одной стороны, когда, ну, это явно вроде количественная. Если у меня два брата, а появилось еще две сестры, то сколько всего я, конечно, могу сложить. Сложение осмысленно, 4. Но даже, когда бывает количество переменной принимает слишком мало значений, ну, если посмотреть на список значений этой переменной, табличку для, значит, ТИТ 2, доллар, СИПС, нарисовать, вот. То я вижу, что, вообще говоря, тут значений не очень много. Вот большинство людей, у них ноль, братьев, сестер, мужей, жен, один, муж, слэш, жена, слэш, брат, слэш, сестра. Вот у них есть по-английски слово siblings, братья и сестры, а у нас родственников нет, да? Нет, а потом еще жога. Жога нет, родственники это слишком. Родственники у нас есть, а вот конкретно одно слово для обозначения братьев, сестер, у меня столько-то братьев, сестер нет. Родные это более широкое понятие. Члены семьи подойдет для братьев. Не подойдет. Там еще будут родители или дети. Нет, я в том смысле, что ну и стол сибирь, сестер. Вот, хорошо, ну и я вижу, что ноль много, один много, два, ну еще ничего, хотя падение уже, конечно, резкое, в 10 раз после единички. А здесь уже какие-то остатки, ну которые может, ну то есть она вроде немного значений принимает. Аналогично, если я посмотрю таблицу частот для переменной родителей, дети, ну у них тоже, видишь, в английском нет, они parent, parent сократили, parche это не какое-то английское слово. Умно переводит дети одних родителей. Именно слово parche? Именно сильных, да. А, ну да, сильных, сын, дети одних родителей, да, вот слово, сочетание мы можем сказать. Вот, parche тут вообще видно, что вот 0, 1, 2 много, а 3, 4, 5, 6 уже резкий, ну резкий скачок, поэтому может быть, эту переменную имеет смысл, чтобы визуалить, для цели визуализации, опять же, не для цели анализа данных, а вот чисто для визуализации. То есть, для визуализации, не для прогнозирования, может быть, имеет смысл вот эти категории отнести, скажем, в двойки, сказать, что 2 это 2 и больше, визуализировать так, а потом уже возиться, окей? Ну, можно вопрос, что значит 6? Что, где 6? Ну, здесь же получается по количеству родителей, что? Parche это в сумме, parents плюс children, то есть это 6 отцов матерей плюс детей. То есть, это может быть, у него было папа, мама и 4 ребенка с собой, а может быть, 6 отцов детей. То есть, это 6. То есть, может быть, это только родители? Не-не-не, там еще че, видишь? Вот в этом парче, там еще че. Вот это че, это от children сокращение. Ну, то есть, еще раз, можно, там, ну, тут не очень особо подробное описание, но, тем не менее, help titanic train, ну, тут написано, вот, в разделе, в патче написано number of parents children and born, вон там. Окей? Ира? Хорошо. Значит, давайте тогда, что мы скажем, Эр? Во-первых, мы... Ну, ладно, давайте мы сначала укажем тип переменных, то есть, мы скажем, что у нас passenger class sex, это точно факторный, да и survival тоже факторный, конечно. Один не выживший плюс один два раза не выжил, или два раза выжил, это... Ну, в общем, не складываются они. Поэтому давайте напишем, что тип три. Я буду каждый раз новую табличку создавать, чтобы при случайной ошибке заново не надо было запускать весь код, а так, конечно, можно старый объект перезаписывать в памяти. Значит, мы используем новую команду utate each. Я напомню, на всех случаях, utate. Вот, давайте сначала напомним utate, что делать. А может, тут помните, что utate делает? Добавляет примерно. Да, добавляет переменные, или исправляет. То есть, если вы напишите mutate какой-то dataframe x равно x плюс 3, то вместо x запишется x плюс 3. А mutate each, это если вам надо одно и то же действие, сделать, применить к нескольким переменным. Ну, например, мне в моей конкретной ситуации надо преобразовать... Ну, то есть, смотрите, как бы я делал, если бы я делал с помощью mutate, это вот так сначала, тем, как мы уже знаем, напишу, а потом напишу новую команду, которая эквивалентна. Я бы взял тип 2. А дальше я бы сказал, что мне надо указать, что некоторые переменные факторные. Я бы написал, что survival это преобразование в факторную. Надо преобразовать... Какую еще надо преобразовать? pclass надо преобразовать... Что еще мне надо? pull надо преобразовать явно как факторную. Вот. То есть, если бы я делал старым синтексисом, я бы вот так написал. Но можно, когда одна и та же функция, в нашем случае фактор, применяется к нескольким переменным, можно написать совершенно аналогичную команду mutate each тип 2 и здесь написать команду, которую я применяю в факторах, а здесь через запятую переменные, которым я применяю одну и ту же команду. survive passenger class и кто у меня там еще? То есть, можно так, можно так написать, одно и то же абсолютно. Ну, вроде вторым синтексом попроще. Живем? Да? Все со мной или кто потерялся? Ну, еще... Да-да-да, так и надо кричать, что... Мы еще чай пьем дома. Да, опять же, если что-то непонятно... У нас достаточно много занятий, мы... Я что-то как-то заявил, так много не в доме. Поэтому мы никуда-нибудь торопимся. Вот, ну и, соответственно, можем теперь воспользоваться другой функцией. То есть, та функция, которая была, вот, которая... Pairs Panels, вот эта вот Pairs Panels. Она работает только с количественными переменными, а с качественными она не очень дружит. А есть замечательная такая GG Pairs. Она с одной... Но, правда, у нее есть один недостаток. Она, вообще говоря, в RStudio, она как-то тупит. То есть, в RStudio, вот, если чистый R запускать или из RStudio, ну, просто там компилировать какой документ, она работает нормально. А вот при взаимодействии с RStudio, там, какой-то, у них какой-то там проблем с графическим девайсом, она немножко медленно, прям видно будет, как она рисует. GG Pairs... А, GG Pairs Stick 3, да? Вот. Идет? А что это? А то же самое делает, что Pairs Panel, то есть, то же самое, вот, матрица графиков. Абсолютно то же самое, но только у нее свои настройки, и она работает с качественными переменными. Вот, видите, она прям визуально видно, как рисует. Качественные, ну, смотри, бывает количественные, которые будут числовые, а бывает переменная, которая принимает не числовые значения из фиксированного списка. Ну, например, пол, мужской и женский, это пример качественной факторной переменной. Ну, не совсем фиктивный, фиктивный все-таки 0,1, а качественный там сезон, зима, весна, лето, осень, или, ну, опять же, пол. А вот у нас в домашке, мы использовали вот это переменное, типа, коррупция, политическая стабильность. Вот, и там, типа, они принимали значение, ну, не 2,5-2,5, типа, ну, в зависимости, там, 7,0, это какая-то, это же качественная? Нет, количество, количество. Количественная? Ну, конечно, у тебя же есть количество меры. Я так пишу, раз, 2,5. Так, еще раз, пример качественный, это скорее... Так, а у вас тоже же диапазон, у нас 2,5-2,5. Ну, правильно, ну, смотри, как тебе сказать-то? Повераниченное количество. Ну, смотри, она может принимать какое-то значение дробное. Вот можно ли взять среднеарифметическое и сказать, а такая бывает? Ну, смотри, вот если у тебя... Ну, не, ну я же не знаю, что у тебя была за переменной. Ну, то есть, если вот у тебя была одна переменная минус 2,5, а другая... Это значит, что они стоят в неделю. А если 2,5, то у всех вычисли. Окей, я понимаю. Ну, смотри, ну, по смыслу, у тебя может быть значение 1,3 или 1,5? Или не бывает? Раз может быть, то значит, количественное. Понимаешь, вот качественное, там простой критерий. У тебя есть список значений, и вот зима, весна, лето, осень. И понятия среднего не бывает. Ну вот, что является средним арифметическим между летом и весной? Межсезонное. Такой-то нету, по-моему, лета, весна. Да, это так. Вот. Или там средний арифметический между мужчиной и женщиной. Или там средний, понимаешь, как с пассажирским классом. И вот на этой тайне ты можешь либо ехать либо первым, вторым, либо третьим. А вот какой-то среднего класса между первым и вторым такого нет. А если ты говоришь, вот у меня там это уровень коррупции, то пусть он даже измерен экспертами, он мерится в каких-то попугаях. Выбор, что он да, в каких-то попугаях уровень коррупции мерится. Вот. А не так, чтобы можно сказать, что это количество взятых данных на... Там, в среднем на душу в месяц. Ну да, это экспертная оценка. Но тем не менее, она количественная. Вот. А вот полторатым классом ехать нельзя. Окей? Вот. Соответственно, чем изменился этот график? Давайте я его засумлю. Сейчас он немножко, конечно, подтормаживает. Это нормально. Но тем не менее, давайте, может быть, мы немножко изменим. Ну, во-первых, что мы видим на этом графике? Во-первых, мы видим, что в отличие от функции Pairs Panels, у нас GDPairs по-разному обрабатывает количественные и факторные переменные. Вот для количественной... Вот напротив количественной... Вот то, что мы считали... СИПС мы пока считали количественным. Напротив количественной количественной у нас там написана корреляция, а напротив качественной там пол H, да? У нас тут уже не корреляция написана, потому что как бы странно считать корреляцию, которая подходит для числовых переменных. Странно ее считать для там корреляции факторной и факторной, или корреляции факторной и числовой. Поэтому здесь вот, как это по-русски называется, ящик с усами, да? Там он был ящик с усами. Вот. Ну, смотрите, что можно сказать. Что, конечно, этот график далек от совершенства. Почему? Ну, потому что мы поймали проблему. Вот у нас парч, это количество родителей. Ну, вот ноль много кто путешествует там с... Ну, не с родителями, а с детьми, а там... Либо один, либо там с женой, там, либо еще там с другом, там, ну... Вот, соответственно, вот эта вот, ну, как бы пустая часть, ее, наверное, для визуализации имеет смысл сократить, вот переделать в категорию 2+, там, назвать эту категорию. Вот. Еще мы видим, что, конечно, из-за того, что Sips принимает ограниченное количество значений, то здесь как бы не особо разберешь, что много, что мало. Ну, в отличие от той функции Pairs Panels, которая просто там уже все сделана за нас, она только для численных, и все. Gpairs там куча всего можно настроить, то есть там можно указывать, какие графики я хочу вот здесь, какие на верхней половине, какие на нижней, то есть можно указывать разные варианты для графиков. Но давайте, что бы я сделал, чтобы хотя бы даже дефолтное поведение получше сделать, я бы уменьшил количество категорий, вот здесь, уровней, ну и, наверное, среди первых мер, да, так-то, конечно, тонкая настройка, это можно упахаться. Вот. Ну и там уже, кстати, кое-что видно. Вот, например, можно смотреть, как Survivaled связано с, ну, вообще, с самим собой, кого там больше выжило или не выжило, да, здесь 0, здесь 1, то есть все-таки больше не выжило, да. Как Survivaled связано с Passenger Class, вот на самом-самом верхнем, он здесь вот, да, вот здесь Passenger Class идет 0, вероятно, нет, 1, 2, 3, да, и Survivaled, 0, 1, да. Ну, соответственно, из тех, кто не выжило, они все были восстановлены. Из какого класса? Третьего. Да, из третьего. Ну, потому что вот они... Ну, 0... 1 это выжило, да? 1 это выжило, ну, примерно, ну, с Ирбаев. 1 это... Ну, сейчас ловим наружу, чтобы больше единицы. Ну, смотри, они тут по порядку. 0, 1, соответственно, вот это относится к нулю, ну, да, вот, ну, вот же написано сбоку. 0, 1, соответственно, вот это относится к нулю, вот это относится к единичке. Ну, то есть мы хотим на одном графике. Может был, конечно, там, не знаю, вот построить эти... Раз, два... Сколько тут будет график? Какой размер таблицы? 7 на 6, 42... Ну, 42, грубо говоря, пополам. Там, конечно, диагональ еще прибавляется. Ну, 21 график может было построить, а этот 1, который заменяет 21, на него можно что-нибудь интересное выискать. Вот здесь видно, что при переходе от тех, кто выжил, к тем, кто не выжил, доля в третьем классе существенно растет. Вот здесь виден жесткий дисбаланс между мужчинами и женщинами. Если я возьму мужчин, то среди них большинство не выжило, а среди женщин большинство выжило. Ну, можно посмотреть, что большинство мужчин было там в два раза больше, чем женщин при меня. Ну, и так далее. Вот можно посмотреть распределение возраста, опять же, между мужчинами и женщинами. Ну, вот видно, что распределение женщин было примерно равномерное, а мужчин больше к 20, там, да, между 20 и 30 где-то. Окей? Вот. Значит, и того, что бы я сделал, чтобы как-то улучшить? Ну, понятно, что много опций и много примеров. То есть я лично в этом смысле как-то... Можешь, конечно, почитать документацию там к GGPers. Там, опять же, и примеры есть. Но как-то вот в документации тут скучно, тут картинок нет. Это мне больше нравится, если там в интернет залазишь и там пишешь что-нибудь типа GGPers, Nzem, Nzemples, что-то такое. Набрать. Вот. Посмотреть. Нет, что-то тут мало. Нет. Ну, надо, значит, по ссылкам полазить. Я думаю, что можно найти много красивых штук. А, вот, видите, можно указывать, соответственно, цвета и все прочее. Настраивать тут можно много со всякими примерами. Вот. Ну, ладно, я вернусь к себе. Соответственно, что бы я сделал такое совсем простое. Это все-таки перекодировал переменные. Поэтому давайте я немножко отвлекусь и расскажу про факторные переменные. Как можно перекодировать значения? Добро? Значит, факторные переменные. Как задать факторную переменную? Давайте я начну. А потом мы там перекодируем и снова дадим команду GGPers немного про факторные переменные. Тем более, мне кто-то в письме спрашивал, как быть с факторными переменными. То это сначала создадим. Вот я могу создать вектор X. Будет числовой. 1, 5, 7. 1, 5, 7 – это числа. Окей? Могу задать вектор Y, если я задам слова, допустим, male и female. Хотя, конечно, это не числа, тем не менее, это еще не факторные переменные. Это пока еще, если посмотреть на структуру, то есть я наберу str, str – это команда, которая выдает структуру объекта, strx. Ой, нет, он нажал. Сейчас я обратно верну. Ой, нет, это я наоборот не выстежу. Сейчас. Вот. Если я наберу strx, то он говорит... Ну, как? Есть у меня 3 человека. Допустим, ко мне пришли чай пить на кафедру 3 студента. 2 юноши и 1 девушка. И чего? А я записал, кто сколько чашек выпил. Вот этот первый выпил 1 чашку, девочка выпила 5 чашек, а вот этот 7 чашек чая выпил. У меня все записано. Я тоже не знаю, зачем они пришли и столько выпили. Вот. Если посмотреть strx, то что она говорит? Что это numeric, то есть это числовой вектор, там 3 числа, ну и дальше, поскольку они вылезают все, она их перечисляет. А почему если писать type of, то он говорит, что double? Он, кстати... Ой, слушай, не знаю. Это очень хороший вопрос. Так, сходу не могу сказать. Может... Фу... Я думал, что он скорее интеджером порисовывает. Слушай, не знаю. Может быть, по дефолту, если не указывать... Слушай, я думаю, что скорее всего по дефолту, если не указывать, то она будет double. А не integer. Я думаю, смотри, надо... А, наверное, да, да, наверное, я прав. Наверное, по дефолту она указывает устанавливать тип, если я ввожу числа, чтобы даже, несмотря на то, что я ввел целые числа, не надо как-то автоматически определить тип объекта, поскольку, ну, это не C++, здесь как бы не надо говорить, какое оно само, подумает за тебя, какое оно... Вот. Я думаю, что по дефолту она выбирает double, ну, что они могут содержать дробные числа. А если принудительно сказать что-нибудь типа, ну, вариант такой x2, который будет равен as integer, ну, тут C157, то я думаю, что, если я покажу x2, то я думаю, что вот он уже, я принудительно сказал, что он integer, и вот оно тогда скажет. И тайпов там тоже будет другой. То есть, я полагаю, что по дефолту R предполагает, что все числа сразу могут быть дробными. Наверное, это самый частый случай в статистике, поэтому по дефолту так считается. Ну, я не знаю, глубоких причин, почему они решили так, а не делать integer, ну, минимальный допустимый тип для объекта. Не знаю, честно. То есть, например, если я введу какой-то mix, да, то есть, если я напишу C, а тут напишу число, email, да, то, что оно сделает. Вот, что сделает R. Это просто я C русское, где-то с кодировкой переходил. А так нормально. Вот. Она сделала mix, и она присвоила им общий тип, который можно присвоить, то есть, текстовый, в данном случае. Это не число 5, это в кавычках 5 строка 5, строка mail, и строка 2, 2, 3, 6, ну, и так далее. Поэтому, вообще, R обычно выбирает минимальный возможный тип, а почему с 1,5,7 выбирает double, а не integer? Ну, я думаю, так решили вот, когда-то давно, на заре. Что значит нам? Нам это и есть double. А? Double. А, то есть. Я так думаю, что добыл. Можно уточнить, но я думаю, что нам не добылся на нем, потому что иначе она будет. Так, И, значит, а, так я не сказал, надо же перевести как-то факторное, сказать, что оно факторное, что других значений не будет. То есть, x с xом я могу сложить, я могу написать x плюс x, x плюс x складывается. А вот, если я скажу, ну, не знаю, допустим, z из какой. z, да что ж ты. z равняется фактор от c. c это еще раз значок для вектора. male, потом female и пусть будет снова male. Соответственно, вот на этот раз я не просто создал вектор из текстовых переменных, а создал качественную переменную, факторную, которая принимает только эти два значения. То есть, если я наберу сейчас strz, то он у меня скажет, что это факторная переменная переменная, то это факторная переменная два уровня, female и male, а дальше, как они кодируются в памяти, что female присвоено значение двоечка, male присвоено значение единичка, и вот они поэтому в памяти хранятся как 2, 1, 2. То есть, оно занимает в памяти не так много места, в памяти оно хранится как числа, но с неким дополнительным комментарием, что числом соответствуют некоторые уровни female и male. Добро? Да. Соответственно, конечно, такой объект складывать нельзя. То есть, если я напишу z плюс z, да что ж ты меня автоматом-то переводишь? то он, конечно, скажет, что складывать z плюс z нельзя, потому что операция сложения бессмысленна для факторных переменных. А можно? Вот. Что еще можно сделать с факторными переменными? Ой, извини, пожалуйста. Ну, во-первых, можно посмотреть, какие у нее уровни. Levels, z, что еще? Проверять условия, сравнивать, конечно, больше-меньше. Нет, есть упорядоченные факторы, там больше-меньше можно сравнить. Значит, вот это неупорядоченная переменная факторная. Бывает факторная переменная и упорядоченная. Если мы там введем, условно говоря, школьник, бакалавр, магистр, то мы можем упорядочить. Давайте мы введем упорядоченную переменную. А кто имеется в порядке линейной? Да. А другой? Ну, теоретически, да. Но я как-то на практике не сталкивался с переменной, у которой был бы нелинейный порядок. Теоретически, в математике, какая разница, есть частично порядочное множество, там, хоть какой порядок. все же не знаю, я не сталкивался на практике. Даже с упорядоченными редко сталкивался, а с нелинейно-упорядоченными переменными вообще никогда в жизни не сталкивался. не линейно-упорядоченный. Допустим, по поваре-то будем говорить, что вектор двух элементов больше, если каждый элемент видит больше. там мы не можем сравнить один-ноль и ноль-один, но при этом какой-то поверхность есть. Допустим, можем сравнить ну, это не пойдет, как пример, это не одна переменная, это вектор. Ты сам сразу говоришь объекта. А вот ты прийди одну переменную, почему ловишь? это не объект, у нас объекты поближные. Ну, она на роль слова переменной не очень тянет. Вектор, отцепки на борти. Ну, я согласен, что ты можешь сказать, ну, вот такой у меня объект, да? а какой-то естественный объект, который мы кодировали бы одним словом, но который был бы нелинейно порядочным. Ну, конечно, можно придумать множество, которое бы было нелинейно порядочным. Да. Фу. Ну, что-нибудь... А, ну, можно что-нибудь... Ну, правда, это вообще не совсем упорядоченность с точки зрения математики, но, тем не менее, что-нибудь, типа, камень-ножницы-бумаг, это же не будет там частично порядочным ножем, потому что там нарушается прензитивность, но, тем не менее, камень-ножницы-бумага явно будет, вроде бы, какой-то порядок есть, но он... ну, то есть он не очень... Еộиян, прензитивность может нарушаться, все, и что угодно может нарушаться, мы уже задаем какой-то порядок. То, Потому что есть трезитивность, значит порядок со своими трезитивностями. Может и не выкинтимостью. Ну да, я думаю, что что-то пойдет типа камень-ножницы-бумага. Оно вроде факторное явно. Камень бьет ножницы, ножницы-бумага. Мне кажется, это более естественный пример. Вернее, линейных не перепадут. Синусоидальные, а не линейные. Ну линейные, значит, нужно просто порядок оставить. Да, вопрос положить, отмечу больше. Так, хорошо. Ну там колодец можно включить. Камень-ножницы-бумага и колодец тоже надо. Ножницы, а не колодцы тоже. Ну нормально. Может быть, в принципе, факторное, но как-то... Ладно. Значит, что можно делать с факторной переменной? А, давайте зададим, кстати, упорядоченную. Давайте у нас будет какой-нибудь школьник, бакалавр и магистр. Ну там три человека. Ну давайте два, допустим. И мы зададим какой-нибудь порядок. Что вот у нас переменная W будет факторной упорядоченной. То есть мы скажем, что она факторная. Значение пусть... Ну давайте я для краткости буду так школьником и как обозначен. Ну типа... Middle school. Middle, да. Какой-нибудь там Bachelor. И там Master какой-нибудь. Нормально? Я не уверен, что, может, не очень удачно. Вот у меня четыре человека, да. А, давайте я сначала введу их текстом, да. А потом преобразую, да. Давайте я вот так сначала сделаю. Вектор W. Это у меня будет вектор из четырех человек. Вот он, W. Это пока, если посмотреть на структуру вектора W, то вон тут написано. Это character. Это не факторная. А я хочу сказать, что она факторная, да еще и задать на ней линейный порядок. Что вот сначала идем Middle school, потом Bachelor, потом Master. Добро? Окей. Соответственно, я введу переменную W2. Я возьму... Преобразую переменную W2. Почему бакалавр два раза? Что? А почему бакалавр два раза встречается? Ко мне пришло четыре человека. Еще раз, это же не уровни, а это набор данных. Ну как, почему среди пассажиров Титаника было больше одной женщины и больше одного мужчины? Ну так сложилось. Это не список возможных значений. Это я просто привожу пример вектора, какие значения оно приняло. Это кто ко мне чай пришел пить на следующий день. Значит, W2, это я превращаю вектор W в факторный. А здесь я, соответственно, я так нажал, я естественно на память не помню все опции. Я так нажал, вот смотрю, здесь есть levels и Ordered. Ordered это, соответственно, упорядоченная, она не упорядоченная. Но если я напишу Ordered равноится true, то по-моему она по первой букве алфавита будет считать, что типа B раньше мастер, раньше middle. Вот если просто написать Ordered равняется true, она сама, R сам попробует... Мы сейчас не знаем, R это девочка или мальчик? Считай в первый раз. Программа. О, слушай, давайте проголосуем. R? R это девочка или мальчик? Мальчик. Кто за то, что R это мальчик? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да. А кто за то, что R это девочка? Раз, два, три, три. Прикольно. Интересно. Питон-то понятно, Питон. А Джулия понятная девочка. Интересно. Ладно, значит, вот если так просто сделать и посмотреть на СТРВ2, то она какой-то порядок присвоит. Вот смотрите, ну тут чудесным мистическим образом по алфавиту, это она не какой-то суперинтелект проявила, а это просто по алфавиту Bachelor идёт раньше мастера, идёт раньше middle, и поэтому неправильный порядок у него, потому что нам надо, чтобы middle шло раньше Bachelor, раньше мастера. Правильно? Вот, поэтому нам надо вот эту команду дать в правильном варианте. В правильном варианте мы просто здесь пишем опцию levels и указываем, значит, уровни в том порядке, в котором они нам нужны. То есть вот здесь надо указать levels и здесь указать, что самый простой уровень образования это там средняя школа, потом обыча, потом мастер. Я думаю, что... И потом указать, что order отравняется true. То есть какие-нибудь там методы упорядоченных логик моделей, им приятно, когда им подсовывают, чтобы они знали, в каком порядке идёт факторное переменение. По-моему, сейчас всё нормально должно быть. Стр, 2, 2, 2... Да, вот нормально указали порядок. Окей? Вот, поэтому давайте... А, и ещё что можно делать? Ещё, вообще говоря, можно перекодировать. Ну, в основном перекодирование, какое возможно, это объединить несколько категорий в одну. Ну, или иногда наоборот разделить одну категорию на базе ещё какой-нибудь второй переменной, разделить категорию на две. Но чаще слить категории в одну – это, пожалуй, самое частое. Вот в нашем случае, поскольку мы на графике увидели, ну, даже не только на графике, мы это даже, собственно, увидели вот в табличке, что тех, у кого путешествовал с тремя и более, там, детьми или родителями, у них на Титанике всего было... Ну, это, правда, конечно, не все пассажиры, это обучающая выбор, там, 500 номерей, но, тем не менее, 5 плюс 5 плюс 5 – это 15 человек, даже если всё это схлопнуть в одну категорию, всё равно, там, в 5 раз меньше, чем в ближайшей, окей? Вот, поэтому давайте, значит, схлопнем. А, я забыл, ещё вот в пакете CAR есть удобная функция для схлопывания категорий, прям, вообще, функция мечты. Поэтому давайте я тут, я, конечно, не хорошо себя веду, но вот ещё один пакет мы тут подключим, Library CAR. CAR – это какая-то есть книжка, по-моему, по-моему, select line. Что? Ещё раз прощу. По тех CAR он… Сейчас я прочту… и только чем… Иллюхо. Иллюхо… 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 Иллюхо у ФАС. …Текач равняется CAR. Что это? Иллюхо. Иллюхо у ФАС. У меня ошибка. А что, говори? Установки уровней для партеров различного. это ты какую команду даешь? может быть ты не 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 совпадает у тебя вот эти слова вот поставьте еще карл эта книжка она называется автор и авторы книжки они выпустили пакет очень модно если какая-то книжка по р то там обязательно авторы выпускают пакет который содержит все примеры какие-нибудь кусочки кода которые упоминаются книжки такой стандартный обычный для авторов книжек по р да о чем пишет а пакет как подключили а перегибировки перемен как как одна машина нет пакета под названием карл тогда тулсин стал пакет он много чего подтягивать может за собой ну смотри не удается установить связь с сервером интернет просто того ну ты просто залезь в яндекс какой-нибудь и посмотри если у тебя смотри вот это я уже видел так ну смотри вот у тебя вообще говоря ты опасный человек вот ты играешь в лотерею у тебя вот это может быть уже причиной у тебя видишь c users и ты настраивала чтобы у тебя сохраняла пакеты в папку без русских букв а у тебя стоит программ файлов ну ладно окей а где хранится файл семинар 6 а воркер скрипт ну ладно живем пока потому что но попробуем значит смотри он говорит а у тебя r3 20 ну смотри 2015 04 немного поздно то есть я бы обновил я во первых смотри он сказал что нет пакета какого он станут пакета у тебя не он лишь почему он отказался ставить к их давай читать он отказался ставить как тогда в себе что нет пакетов под названием пбк ртс ну да попробуем поставить эту штуку стол то есть но я предупрежала что лучше обновить ну то есть r больше 3 в месячной давности не будут для нашего курса вот видишь не хочет вода посмотрим пбк ртс загуглим что это за сообщение я думаю что он просто требует более нового 3 но смотри видишь он требует аж 323 да поэтому если говорить что пбк ртс не прошел а ну видишь вот смотри тебе нужно а у тебя в марине тоже нормально сюда работаешь ты вот это сохранено в какой факт сейчас ну ладно хорошо я попробую обойтись без карт сейчас а версия а теперь у тебя какая а 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 и я думаю что все пойдет вот но тут есть такая мода я знаю причина этой модель где то а а а а по моему в инструкции по созданию пакетов написано типа а а и типа а а если то а далее в а за версии R не меньше, чем та, которая установлена у вас. С одной стороны, это выглядит разумно, с другой стороны, из-за того, что разработчики, как правило, когда что-то разрабатывают, они с кем-то там взаимодействуют, они хотят самую свежую версию. Поэтому очень часто пошла такая фишка, что какой-нибудь пакет, хотя ему нифига из новой версии R не нужно, а у него в требованиях стоит R самой новой версии. Похоже, в каре сложилась судя по всему, такая же штука, что он требует R версии 3.2.3, а ему на самом деле оттуда, ну, по крайней мере, нам оттуда точно ничего не нужно. А он поэтому не поставится на что-то более старое. Ну, в конце концов, я могу без кар перекодировать. О, давайте я перекодирую без кар руками, а потом перекодирую с кар. Окей? Наверное, так будет лучше всего. Чтобы и те, у кого не поставился кар, и те, у кого поставился кар, смогли нормально продолжить. Окей? Ну, так, наверное, лучше всего будет сделать. Так, что у нас со временем? Нам надо делать паузу или нет? Да, давайте сделаем паузу, а потом, соответственно, продолжим. А потом, соответственно, продолжим. Я могу просить хоть там красную кнопочку нажать, чтобы запись прекратила. Можете, пожалуйста? Да, конечно. Сейчас я... Сейчас я...